В присутствии этих людей еще раз акцентирую внимание, что в Казахстане практически все судебные решения в отношении представителей демократических сил являются политическими. Мы сами не замечаем, день за днем, в каждом месяце проходят какие-то судебные процессы. В регионах, в Алма-Ате, в Астане закрываются газеты, вешаются уголовные статьи на политических оппонентов нынешнего президента страны. Чтобы всю эту работу систематизировать, мы сегодня решили создать открытый сайт Политзек Казахстана. У вас, наверное, есть пресс-релиз, мы там это распространили. Наша задача показать, для того, чтобы сохранить власть одного человека, сколько людей должны быть признаны, в кавычках, уголовниками, штрафниками, должны нести материальные потери. И при этом, сколько людей в судебных, правоохранительных органах должны нарушать законы, должны нарушать конституцию. И в будущем за это нести ответственность. Что касается самого судебного процесса с Хабаром, я хотел бы обратить внимание на следующие моменты. Если вы помните, в октябре прошлого года я дал газете интервью Республика. После этого Хабар заявил на всю Республику, что на 1 миллиард тенге на меня подают сумму. Я в газете время выступил, сказал, я готов к судебному разбирательству. Потом затихло и, как выяснилось, оказывается, они меня долго искали. Ну, я понимаю, что там кого-то, на каких уголовнях, наверное, трудно найти. Но Сарсимбаева, который дает каждую неделю интервью для средств массовой информации, который присутствует, участвует на митингах или на конференциях, с участием, в том числе, представителей властных органов, якобы меня не смогли найти, вот, наконец-то нашли. Я почему на это обращаю внимание? Потому что, когда вал судебных преследований начинается, это означает, что скоро будет у нас большая политическая кампания, то есть президентский выбор. Судебный процесс против Нуркадилова, если вы помните, Закинк сейчас сказал, это тоже через 11 месяцев после публикации, судебное преследование Сарсимбаеву, и вот мы поставили под вопросом еще несколько таких фигур, которые, наверное, в ближайшее время тоже будут привлекаться к определенным судебным расследователям. Я хотел бы сказать, что для того, чтобы выиграть президентские или иные выборы, можно было бы просто хорошо подготовиться, провести честные выборы, а не делать так, чтобы до начала эти выборы делать уже несправедливыми, нечестными и непрозрачными. Почему я чуть-чуть отвлекусь, почему я говорю о выборах? Вот у нас имеется недавно внесенный изменение в закон, к сожалению, это прошло без обсуждений с прессой. Согласно этим поправкам, президентские выборы, если раньше в проекте правительства было предложено, что объявляется назначение выборов президента Можилистом парламента не позднее первого воскресенья августа, в действующем законе, то теперь от ныне в первое воскресенье августа заменить словами второго воскресенья сентября. То есть нам ужали президентские выборы, сроки. А кто внес в предложение, это депутаты Айтала, Жолдаспаева, Кадырова, Конакбаев, Серик, Кайсаров, Трошикин, Розалина. И проголосовали единогласно. Тем самым тихо, мирно, без шума сократили сроки проведения президентских кампаний. Это означает, что выборы будут в этом году. Вот все судебные процессы, которые начались и будут, которые будут продолжаться, имеют прямое отношение к этому. Что касается Хабара, я просто сильно распространяться не хочу, потому что я вчера дал подробное объяснение. Во-первых, то, что Хабар после того, как наполовину стал полугосударственным на 50%, получали деньги для укрепления материально-технической базы, мы представили постановление правительства. Мы представили бюджет Республики Казахстан за 2003, 2004 и 2005 годы. Хабарцы этот факт признавали, что они получали деньги именно для укрепления материально-технической базы. При этом они не представили ни одного документа о том, что частники, другие акционеры, тоже вложили такие же деньги, в чём я их обвинил. Хабарцы на суде признали, что Евразия Первый канал финансируется бюджетом, абсолютно частный канал, через Хабар, в чём я их обвинил. Вот представьте себе, да, какая-нибудь телекомпания начнет финансироваться через 31 канал, что будет в стране. Спрашивается, Евразия Первый канал, что это, инвалиды, которые сами не могут писать документы, сами не могут отстаивать бюджетные комиссии в парламенте. Я так не считаю. Факт был доказан. Что касается моего обвинения в адрес Дарьи Назарбаева, что она монополизировала информационный рынок Казахстана, почему-то Хабар принял на себя. Поэтому я сказал, когда мы говорим Дарьева, подразумеваем Хабар, когда мы говорим Хабар, подразумеваем Дарьеву. А теперь, и судья, к сожалению, не дал возможности нам пригласить свидетелей, которые были у нас готовые, не дал запрашивать документы с Министерства юстиции. Мало того, даже нам не дал возможности сдать вот эти документы, которые доказывают апеллированность многих телерадиокомпаний, существующих в Казахстане. И затем вынес решение. Прошу обратить внимание. Судья решил. Вот решение суда. Иску требования агентства Хабар совсем боевого Алтенбека о защите деловой репутации и возмещении морального вреда удовлетворить частично. Дальше пишет судья. Признать несоответствующими действительности сведения. Первое. Дальше мои слова. Необходимо позволить людям открыто говорить о том, что они самом деле думают. То есть это... Мы должны сказать, что это несоответствует действительности сведения. А это, в свою очередь, невозможно без реальной демонополизации холдинга Дарьи Геназарбаева, подмешивший по себе практически весь рынок общенациональных электронных семей. Руководитель медиахолдинга, который монополизировал информационный рынок в своих интересах, интересах своей партии и душит свободу слова. Причем тут хабар. Речь идет о Дарьи Геназарбаеве. Я еще хотел бы обратить внимание, что во время судебного заседания, если кто-то здесь присутствовал, хабаровцам были предложены документы, которые якобы бытный семейный с премионом подписал. Я увидев в подписи, что этот документ фальсифицирован, я потребовал судью назначить экспертизу. Вы понимаете, что это... когда предоставляют суду фальсифицированный документ, это уголовное дело. Но почему-то судья быстро взял этот документ от меня и вернул хабаровцам. А хабаровцам, адвокат Ханат Сахарьянов, в течение дня я три раза звонил, он вечером, в 8 вечера только перезвонил, сказал, нет, этот документ мы вам предоставлять не можем. Если хотите, говорит, вот по номеру этот документ ищите у себя, где вы раньше работали. Я уже не говорю о том, что хабаровцы на всю республику фальсифицировали решение Тверского районного суда, не зачитав города Москвы, резолютивную часть, что Дориге Назарбаева и Рахату Алиева была отказана удовлетворение их иском по тем же обвинениям, которые судебный процесс происходил здесь, в Казахстане, против меня. Против газеты Комиссар. Вот, вы можете взять, почитать решение суда, по-моему, оно в интернете и самое интересное, даже те факты, которые хабаровцы признали на суде, судья не записал презеративный час в свое решение. Я считаю, что это политически мотивирование, мы будем дальше доказывать, конце концов, страна должна просто знать, кто сегодня владеет фактически телеканалами. Не надо прикрываться документами каких-то водителей, каких-то компьютерщиков, которые какой-то период работали, да, не надо прикрываться с людьми, которые давно в Казахстане не проживают, работали с системой Министерства иностранных дел и сейчас работают в международных организациях. Мы будем запрашивать эти международные организации, декларировали ли они, что они владеют крупнейшим телеканалом Хабар в Казахстане или нет. Начнется публично-общественное расследование всех фактов, начиная с приватизации Хабара, включая и других телекомпаний. Спасибо. Если позвольте, я по Хабару две цифры просто дополнил, они очень показательные для всех нас. Огромное здание на площади, уникальное здание, в котором сидит не только Хабар, но еще десяток телекомпаний и радиокомпаний был приватизирован, выкуплен Дарьбой Назарбаевой по цене 44 доллара за квадратный метр. Президент уговаривает бизнесменов, строителей, пожалуйста, строите социальное жилье за 350 долларов. Не может уговорить, всего два здания построили в Амате. Мы знаем, стоимость тысяча, полторы, две. На новой площади рыночная цена 4-5 тысяч долларов квадратный метр. Дарьбана Султана Назарбаева купила за 44 доллара. Следующая цифра. ОРТ Казахстан абсолютно 100% частная компания, как Алтеки говорил, финансируется частично из госбюджета. В год зарабатывает 80-100 миллионов долларов США. 70% рекламного рынка контролирует одна телекомпания. Вот такие замечательные факты. Плюс, по закону в акционерных обществах, если один из акционеров, допустим, государства, владеет 50% в Хабара вносит, а за эти годы десятки миллиардов, миллионов долларов были внесены для поддержки Хабара, то и другой акционер, Дарьбана Султана Назарбаева с Архатом Алием, должны вносить адекватную сумму. Иначе их доля должна уменьшаться. То есть, сегодня, фактически, если посчитать, то доля Дарьбана Назарбаева и Архата должна быть равна нулю или минус даже. А они полностью владеют Хабаром и управляют. То есть, государство реально не защищает в данном случае свои интересы. Десятки миллионов долларов входят в компанию, которая фактически государству не принадлежит. Вот такие цифры. Я по Хабару и двое могу рассказать. Здесь журналисты, наверное, в курсе делают. Ну, вы знаете, моя дина певицы знает. И со многими музыкантами, композиторами, певцами значит, я очень хорошо знаком с обмен мнениями идет. Вы представляете, чтобы заснять и показать по Хабару один концерт двухчасовой пять тысячи долларов. Чтобы один клип показать, нужно пятьсот долларов. Нужно, чтобы участвовать в передаче даже на новогодний огонек, нужно тысячи долларов. Вот Махпал должна тысячи долларов отдать, я хочу сняться в новогоднем огонеке. таких песен, таких поборов, которые каждый день транслируются, наши певцы поют, вот там, вот идут такие поборы, которые абсолютно даже не учитываются, кроме рекламы, кроме всего прочего. Я только факт рассказываю, знаете, который сегодня может быть стал тормозом развития культуры, развития ценностей, духовного обогащения. Она сама даже вот это продается. Раньше я помню, если ты выступаешь по телевидению, тебе гонорар платили, если по радио или по телевидению. А сейчас наоборот. Давайте к вопросам перейдем, пожалуйста. Извините, я только еще одну цифру приведу. В решении суда записано, я что должен признать несоответствующим действительности и должен сказать следующее, что агентство Хабар подтвердило высокую эффективность управления, которое руководство агентства. Якобы они хорошо управляют государственным пакетом максимум. Я приведу одну текстуру. Хабар был одним из учредителей Евразия Первый канал, который, как Буком сказал, год зарабатывает за счет рекламы до 80 миллионов долларов. доля Хабара была 20%. Они вот этот 20% продали другим учредителям за 800 тысяч тенгей. Это что, модель эффективного управления? Продали кому? Продали тем, самое главное, интересное. Учредителями Евразия Первый канал и Хабара частным собственником являются компания КАС Центр ТВ и ЗАО КАС ТЕЛЕРАДИО. То есть и там тоже одни же компании и в Хабаре тоже сидят. И Хабар свою долю своим родственникам продал 20% за 800 тысяч тенге. Которые я извиняюсь, год заработает как минимум 80 миллионов долларов. Если это является примером эффективного управления компанией, то мы слишком далеко зашли из строя.